Даник, ты что такой уставший? Опять бабушке огород полол. Если бы. Три часа в очереди простоял в банке, чтобы кредит заплатить. Это просто кошмар какой-то. А что, нельзя было просто в интернете оплатить? Ален, кредит оплатить в интернете? Ну что за ерунду ты говоришь? Может мне еще виртуальную машину купить и ездить на ней? А что, представляешь, компьютер включил и фу, поехал. Между прочим, ты зря смеешься. Сейчас можно запросто кредит онлайн взять и оплатить с помощью интернета. Ну не знаю, не доверяю я этому виртуальному миру. Все-таки там столько мошенников. Я не доверяю. Мне об этом Олег Болдерев рассказал. Он как раз сейчас изучает плюсы и минусы онлайн-кредитования и способы защиты от виртуальных мошенников. Для того, чтобы взять кредит, совсем не обязательно стоять в очередях и тратить много времени на подписи различных бумаг. Можно, например, заполнить электронную анкету и в течение нескольких часов получить кредит онлайн. Хотя сервисы онлайн-кредитования – это новшество для стран Центральной Азии. Поэтому многие сомневаются, стоит ли пользоваться такими, пусть даже удобными сервисами, и какие опасности их ожидают. Вообще взять онлайн-кредит – это несложно. Прежде всего нужно перейти на сайт онлайн-кредитования, например, вот MoneyMoneyKZ. Заполнить заявку – это занимает около 20 минут. Затем нужно подписать специальным образом, то есть подпись происходит не как обычно, что клиент должен явиться в офис, а через СМС-код. То есть после того, как вы прочитали договор о выдаче кредита на сайте и согласились с ним, нужно отправить специальный код через СМС. Затем нужно дождаться решения о выдаче кредита и получить деньги на карту или счет. Онлайн-кредитование вроде бы удобно и быстро, но чем больше появляются сервисы в электронной коммерции, тем больше возможностей у мошенников украсть ваши деньги и личные данные. Если, конечно, вы не будете соблюдать несколько простых правил. Первое правило – это гуглить. То есть проверять именно сайты на, ну скажем так, на мошенническую деятельность. Для этого можно использовать специальные базы данных, так сказать, с проверенными банками и сервисами, или же читать отзывы о тех или иных организациях онлайн-кредитования в сети. Как правило, список лицензионных банков и онлайн-кредитных организаций можно найти на сайте Министерства финансов или Национального банка. Второе правило – это, в принципе, обеспечивать свою виртуальную безопасность. То есть пользоваться антивирусами, не позволять проникать шпионским программам к себе на компьютер и, ну скажем так, серфить интернет со здравым смыслом. При этом нужно пользоваться только защищенными сайтами, а проверить их на защищенность очень легко. Если в адресной строке название сайта начинается с букв HTTPS, то будьте спокойны, ваши данные никто не украдет. Чтобы клиент оградил себя от фишинговых сайтов, нужно прежде всего перепроверять написание. То есть, ну, самый простой вариант – это самому в адресной строке написать название домен сайта. Это правило номер три. В сети существуют сайты-копирки – клон оригинальных сайтов, которые отличаются, как правило, всего лишь одной буквой. Сайты-копирки нужны для того, чтобы сохранить ваши персональные данные и использовать их в корыстных целях. Покупать что-либо с помощью вашей банковской карты, рассылать спам или, чего хуже, запрещенный контент от вашего имени. Но есть специальные сервисы для проверки сайта на подлинность. Например, на ресурсах kseo.in и kipr.com вам не только покажут, где находится сайт, кто его владелец, но и не заражен ли он и нет ли его в базе фишинговых сайтов. Безопасность финансов – это одно. Другой вопрос, очень насущный, намного насущнее, чем безопасность финансов – это безопасность их персональных данных. То есть данные их карт, данные телефона, адреса, то есть все, что угодно. Значит, украсть ваши личные данные куда проще, чем деньги. Поэтому нужно сто раз подумать, прежде чем оставлять что-либо о себе на тех или иных ресурсах. Слушай, какая все-таки удобная вещь – это онлайн-кредитование. Может быть, и деньги в виртуальные, и банки на хранение отдать? Да, осталось только банк сменить. В смысле? Ну. Продолжение следует...